всем добрый вечер по названию видео вы уже поняли о чем пойдет речь коснулась и меня это участь сейчас постараюсь вам по-быстрому рассказать буду вам девчонок показывать снимать значит мастит был у капучино вот это и окатилась она 4 числа через какое-то время не сразу несколько дней прошло у нее пошла кровь потом небольшие сгустки в один прекрасный момент скажем так стало еще хуже но верни как я уколола я думала сосуды слабые я уколол ей векасол от отеков я и уколола укол и на всякий случай антибиотик у нее сразу стало ей вроде как полегче и через два дня началось скажем так еще хуже прихожу утром у нее с одной доли не сдаивается молоко я сразу по всем как я говорю родным и близким значит знакомым всем девочкам позвонила у меня есть одна знакомая девочка она мне помогала можно сказать неделю мы с ней сидели на телефоне она меня поддерживала объясняла советовала еще есть одна ветеринар я состою в группе козаводов там мне очень девочка помогла наша ветеринар не ответила короче я сделала теста мастит вроде как по данному изменение молока я не буду сейчас даваться подробности чтобы не размазывать это все и вроде бы как начинается мастит быстро сказали колоть антибиотики и лечить от мастита ничего не дожидаясь там дальше вдруг пронесет у меня был тюбик на всякий случай флакон вернее 100 миллилитров купленный думаю пусть будет он недорогой я не буду сейчас давать название потому что я просто их не помню покупая в городе животных или ветлики но есть еще несколько там магазинов но как бы вот эти более мне доступны и с чем я столкнулась вот этот тюбик 100 миллилитров я к нему купила конюлю металлическую она вставляется в сосок и через нее вводится лекарство но обычным шприцом как я думала оказывается она на обычный шприц не подходит обычный вот которыми делают уколы пришлось купить лекарство значит в шприцах и я как думала буду шприцом вводить набирать оттуда и вводить значит козе в один сосок и во второй не важно что коровила из одного лечили сразу оба ну и значит я освободила два шприца начинаю значит ну вернее сначала вот их сделала первые сосок начинаем вводить у меня ничего не получается там есть такая пимпочка ну вроде как она вводится в сосок и выдавливается лекарство я не могу ввести все не получается она вроде бы мягкая не жесткая не шершавая гладкая но нет и все но никак но я все равно выкрутилась я взяла эту металлическую конюлю вставила и через нее вводила лекарством потом вот я значит израсходовал вот эти 100 миллилитров вот эти все нам не хватило хотя там я думаю пузырек рассчитан на целый курс лечения потому что там на сутки он действует 24 часа но я оставляла лекарства так как я даю утром в обед и вечером я вставляла и утром и в обед и вечером сдаевала и вставляла лекарства потом мне купили значит съездили в посаде еще купили шприцы делали мы вот так вот шесть дней соски вводили лекарства и семь дней антибиотики один раз антибиотик я колола антибиотик обязательно просто лекарства соски не получится но естественно там я почитала четыре дня нельзя пить молоко и три дня нельзя пить молоко после если вводишь лекарства сосок и 4 после если значит делали антибиотики но я как бы выдержала мы скажем так и больше потому что только вот вчера скажем так позволили себе молока у нас все выпаиваются козлят и выпивают если вы слышите крики вон в соседнем отделе вот в том вот вот там у нас от капы козлик мелкины они еще дома ну вот как то так попробую прикрепить видео я там снимала немножко когда ее лечила так из-за чего у нас вот это все получилось я все-таки думаю что я неправильно доила потому что если бы я не додай вала она бы у нас сразу началось вот это вот все и красное молоко небольшие ошмет очки такие вот в молоке когда процеживаешь я все-таки думаю что я неправильно доила насмотрелась разных блогеров как они там до или руками вот потому что простыть она у меня не могла буквально выходила она на улицу после родов наверное но я не знаю на часок это не сразу там на третий день даже мне кажется даже меньше мне просто надо было почистить у них ну вот эти вот как вольеры и я вот здесь вот через вас ее и 1 2 выводила нас мелко еще была беременна сейчас похолодало сами видите опять все одеты и опять в шапках опять в сапогах тем более вообще не гуляем это у нас вообще только родила 19 а это только пролеченные я даже их не вывожу так что вот я все-таки думаю что я неправильно доила уже бедная моя коза вот если кому-то надо будет я под видео ну там если будут комментарии я напишу какое лекарство ну вот чем мы и лечили в принципе подойдет любое лекарство от мастита даже вот от коров но для коровы которые принципе все вот что по молоку недавно буквально три дня назад она вышла на норму но вернее на норму а сколько она доила до мастита у нее было чуть больше двух литров прям вот чуть-чуть там 2100 как то вот так вот два двести два триста и сейчас вот она уже чуть-чуть скажем так перевалило за 2 литра до капучино то скажи мелкиных приходится поить мелко у нас дает всего пол литра в день утром 300 грамм в обед 200 грамм и вечером грамм 150 200 так что у мелки пока молока нету не знаю что с ней происходит ну вот как то так поэтому капучино поить сейчас и своего и мелкиных маленьких да мелочка даже нет у меня молока хотя витаминки скажи и всем меня кормят вкусненьким полезным и вениками ну вот молока нет ну ладно надеюсь видео будет кому-то полезным попробую при присоединить добавить видео которое я снимала раньше желаю всем здоровья и нам и нашим козочкам коровам кто кого держит какую скотинку животинку вот о чем я говорила вот это вот конюля она вот на обычный шприц не налазит а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...